Привет! Это видео-ответы на вопросы, которые вы задаете мне через специальную форму. Но в моем телеграм-канале Трейдер Отвечает есть еще больше ответов, написанных текстом. Там же я делюсь своими соображениями по рынку, схемами стратегий, примерами, методическими образовательными материалами и видео, которые не доходят до Ютуба. Ссылка на форму для вопросов и на телеграм-канал в описании под этим видео. Вход свободный. Привет, друзья! Я все-таки нашел время, чтобы ответить на ваши вопросы. Да, я специально сделал такой вид, потому что если вам надоест слушать, просто посмотрите, как классно там катаются на гидроциклах. Вот ваши вопросы, и сейчас я начну потихонечку на них отвечать. Алексей спрашивает, почему мои знания о торговле увеличиваются, а теряю я все больше и больше? Может быть, это тот же вопрос? Ну, в смысле, тот же человек? Я не знаю. Да все по той же причине. Потому что ты пытаешься... Так, я вот немножко побоксирую, потом я чуть-чуть каратэ позанимаюсь, значит, к вечеру я побегаю, у меня марафон завтра. Послезавтра у меня становая тяга, мне нужно 400 вытянуть на два раза. Значит, на следующей неделе, во вторник, у меня жим лежа, мне надо русский жим, там, 100 килограмм на 30 раз надо пожать. А еще через неделю мне нужно уже 300 килограмм на один раз пожать. Ну, вот оно выглядит ровно так же. Вот эти твои знания о трейдинге, на самом деле, они вот такие. Ты везде по чуть-чуть, везде влетел в новую тему. О, объемы, там, какие-нибудь, не знаю, зоны перекупленности, что-нибудь вот такое. Или там, уровни Фибоначчи, ну, кто куда. И получается, ты одно-то освой, вот одно что-то классно. Вот что-то одно классно освоит. Какой-нибудь один инструмент или один рынок, там, допустим, акции, опционы или еще что-то. И на них что-то одно. Все же спешат, все хотят с каждого трейда сделать сразу состояние. Ну, трейдинг он не такой, ребят, ну, сколько же можно объяснять. Трейдинг это вот у тебя. Как заработать трейдингом 1 миллион долларов? Очень просто. Тебе нужно заработать 10 миллионов и 9 из них отдать в рынок. А когда ты это осознаешь, наверное, тебе не захочется изучать вообще все. Тебе захочется успокоиться и делать просто какое-то одно действие. Достаточно механически. Кстати, очень похоже на инвестирование в этом смысле. Поэтому правильный трейдинг тот, где ты вот спокойно механически действуешь. А когда у тебя знаний, как ты думаешь, становится все больше и больше, это не совсем так. Потому что, ну, какие там знания? Там все навык. Там все состоит из навыка и отношения к происходящему. Может быть, ты путаешь про знания, то есть фактов там немного. И, скорее всего, ты просто загоняешься огромным разнообразием всяких интересных штук. Прыгаешь с одной стратегии на другую. Вы знаете, как бывает? Можно взять, допустим, 10 стратегий и за день каждую из них отдельно попробовать. Но отдельная стратегия – это отдельный набор из 100 сделок. Вот тебе нужно взять одну стратегию, допустим, пробой треугольника, да, и 100 раз ее поторговать. И только через эти 100 раз ты можешь утверждать или посчитать, она прибыльна или неприбыльна, заработал ты или нет. А когда ты берешь 5 таких подобных стратегий, делаешь в день по одной сделке из них, шанс, что ты в каждой из них возьмешь просто отрицательную статистическую сделку, он стремится к 100%. И почти наверняка так и будет с тобой, просто, не знаю, по закону Мерфи. Тебе нужно сосредоточиться на чем-то одном. Ты не можешь взять все, потому что, еще раз говорю, торгуя за один день, делая 10 трейдов по 10 разным стратегиям, то есть всего по одной сделке в каждой стратегии, ты в каждой из них можешь словить минус, и не в одной плюс. И не ты плохой трейдер, ты нормальный трейдер, но сосредоточься на одной, тебе нужна статистика, а не какой-то классный вход, который тебя озолотит. Не озолотит, так почти не бывает. Да и сколько бы ты ни сделал, вот 100%, 500% за сделку, ну тысячу, ну сколько ты заработаешь? Ты зашел на 1000 долларов и заработал 100 тысяч с нее, реально это изменит твою жизнь. Сомневаюсь. Так что относись к трейдингу несколько иначе. Не знание умножай, а практикуй какой-то навык и становись профессионалом в чем-то одном или в каком-то узком наборе каких-то инструментов. И все, скорее всего, получится. Да, измени отношение, если вдруг оно у тебя неправильно, если ты ждешь с каждой сделки миллиона. Не жди, не будет и не надо. Миллион это тысячи сделок. И то, если все сложится удачно и не накосячишь. Желаю успехов. Данил спрашивает, стоит ли тратить средства на обучение в различных компаниях? Если стоит, то где? Вопрос сложный, на самом деле он больше философский. Какой-то крутой школы трейдинга на самом деле, на мой взгляд, не существует. Рынок довольно прост, в нем мало чего очень сложного для понимания. Есть график, есть какие-то стратегии, есть статистика, есть понимание, как желательно торговать для того, чтобы на дистанции быть в плюсе. Это очень просто. У тебя есть стратегия с хорошим соотношением риск-реворд один к двум, а лучше один к трём. И всё. Ты просто постоянно делаешь одно и то же дело. Ты никогда не знаешь будущего. Ты просто делаешь одну и ту же работу. Покупаешь, допустим, или продаёшь в один и тот же момент. И на дистанции, если у тебя всё хорошо с риск-майни-менеджментом, и твоя стратегия хорошая, очень классно, если она 50 на 50. Это просто подарок небес. Если действительно так, ты будешь очень богатым человеком. Так что, если тебе говорят, что стратегия 50 на 50, надо брать. Это очень круто. Вот, собственно, всё обучение. Обычно. Естественно, есть масса тонкостей. Например, я когда-то обучал скальпингу. Почему требовалось обучение чаще всего? Потому что, чтобы трейдера, не знаю, какого-нибудь валютного, я имею в виду с Форекса, естественно, он не валютный трейдер, то есть человек, который игрался на компьютере в МТ-4, его нужно было адаптировать под нормальный рынок. И желательно это сделать быстро. Сам человек, как правило, ленив. Читать, изучать мало кто на это способен. Но многие готовы платить деньги за то, чтобы их очень быстро всему научили, всё рассказали. Всему имеется в виду какой-то, на самом деле, вполне открытой и доступной информации. Конечно, часто продающий и преподающий курсы имеют ряд каких-то своих фишек и наблюдений, но не факт, что они тебе нужны, потому что в хорошем случае ты просто найдёшь что-то своё. Но почему нужно вот это погружение в среду? Было, по крайней мере, нам, когда я обучал. Потому что в скальпинге на американских акциях просто катастрофически офигенное количество различных инфраструктурных особенностей и сложных. Одно только объяснение, что такое ICN-ки. Одно только объяснение, почему в стакане по одной цене у тебя несколько рыночных центров. Чем они отличаются? Почему важно брать по заявке? Что такое ребейты? Как меньше платить комиссионные? Как пользоваться даркпулами? Как покупать в спред, продавать в спред и так далее? Очень много реальных тонкостей, которые можно узнать и найти, только прочитав всю документацию всех ICN-ок и всех бирж. Там реально вся эта информация и есть. Но чтобы её прочесть, переварить, понять и в том виде, в котором я её, например, когда-то давал, осознать, на этом могло у нормального человека уйти год-два, а может быть и намного больше. А курс за месяц реально все эти моменты раскрывал. А дальше ровно тот же самый трейдинг. Ничего нового, ничего особенного. Особенно у скальпера. Сайзы и какой-то лёгкий теханализ на минутках. Ничего вообще фантастического. Никаких секретных паттернов или ультрасекретных, не знаю, чтений и лент и прочего нет. В общем, всё, что могут дать тебе курсы, это ускорить твоё путешествие по пониманию из точки А в точку Б. Никак, к сожалению, собственно, одна из причин, наверное, почему я больше не обучаю, это действительно никак не влияет на итоговый результат человека. Потому что он человек. Ты всё ему расскажешь, он за тобой смотрит, ты даже торгуешь при нём. Я много раз это делал. Вот день за днём, вот у нас есть там 10 торговых дней, вот я торгую. Они видят, как я теряю, как я зарабатываю. Да, всё понятно, да, всё хорошо. Кто-то даже успел со мной зайти во что-то заработал, тот со мной зашёл и потерял. Да, всё ясно. А дальше, когда всё заканчивается, человек остаётся один. И теперь ему нужно просто делать то, о чём мы говорили. Но мало кто делает. Увлёкся. В общем, я к чему? Курс может тебе помочь быстро освоить доступную информацию. То есть, если ведущий курса действительно, действительно заморочился и сделал для тебя классную подборку, всё это сам через себя пропустил и много раз опробовал на ком-то, и теперь тебе даёт уже готовый экстракт. Я давал именно такое. Я считаю, это было ценно, но, опять же, на конечный результат влияет плохо, потому что, как только курс заканчивает, человек остаётся наедине с самим собой. И дальше, хоть трава не расти, он будет делать ровно так, как ему хочется, а не так, как его учили. Так что, я тебе советовать не буду. Я действительно не знаю, где можно хорошо поучиться. У нас больше нельзя. У меня, по крайней мере. И про остальных я просто не знаю, потому что я никаких чужих курсов не смотрел никогда. И мне нечего просто про них сказать. Кто там, что там говорит, чему учит, не знаю. У меня есть миссия и цель на этом канале рассказать вообще всё, что я знаю в довольно хорошей манере, как вот я это делаю со своими роликами. Если у тебя есть всё время, просто дождись, пока я смогу снять всё, что запланировал. В принципе, это будет, наверное, самая максимальная подборка всего, что есть. Вряд ли тебе понадобится какой-то курс. Если у тебя нет времени, тебе очень хочется срочно, иди поищи что-нибудь с высоким рейтингом, с классными отзывами. Не знаю, где люди благодарят не за то, что «Ой, я начал зарабатывать, таких ты не найдёшь», а где говорят о том, что классно рассказывают, отлично показывают, табусь занимаются, и на тебя реально тратят время. Вот такой совет могу тебе дать. В любом случае, успехов. Очень классный и интересный вопрос, на самом деле, от Антона. Тёзка, привет. Скажи, как заставить себя придерживаться своей торговой системы? Никак не могу, пока ПТС работаю, всё в плюсе, а потом как будто срываюсь, и всё идёт под откос. Очень понятно. Я не буду юлить, я сразу тебе скажу, что мне очень повезло в этом смысле. За меня эту проблему всегда решал один-единственный человек. Он всегда был разный, но у него была одна и та же задача. Это был риск-менеджер компании. То есть это человек, который в случае, когда ты в минусе, допустим, ты достиг первого стопа или даже второго на день, всё, тебя отключают от торгов, всё, свободен, гуляй. Он знает точно, сколько ты заработал за месяц, сколько ты заработал за год. У тебя есть всегда конкретное количество денег, которое тебе можно потерять, и после которого тебя просто отключат нафиг от торгов, или переведут там на какой-нибудь один лот, и будешь ты сидеть там, дрюкать какой-нибудь Siri, сидеть торговать плюс-минус один доллар. Ну, если тебе нечем заняться, чтобы развлёкся или просто не забывал, как кнопки нажимать. У скальперов их много всегда. Так что, и от этого я понимаю, какие у людей проблемы, когда ты сидишь один дома. Наверное, это одна из самых больших проблем. Это тот самый пресловутый тильт. Написано много всяких книжек непонятных про психологию. Честно, я не понимаю нахера, извините за выражение, потому что, ну, ты когда в состоянии тильта, ну, какая книжка, ну, мало ли что ты прочитал. Вот сейчас это с тобой происходит. Тебе... Ты сам себе не можешь помочь. Ты это не ты, сникер сникер, потому что когда ты голоден, ты странный. Здесь примерно то же самое, только какой-то человек извне. У меня был опыт, когда я договаривался с товарищами, с товарищем, что если я буду делать вот такую-то фигню, пожалуйста, тормозни. Но просить кого-то, это все равно, ну, человека напрягать, значит, ты должен тратить свое время, следить за тобой. У кого есть такая возможность, это классно. Сейчас за мной не надо никому следить. Я давно перешел на средний срок инвестирования. У меня нет активной никакой торговли, никакого скальпинга, где это наиболее заметно. Когда у тебя 100 сделок в день. Ну, конечно, на 20-е легко поймать белочку и начать там что-то не то вытворять. Для этого всегда был риск-менеджер. А дома реально можно договориться с кем-нибудь из близких, с женой, если у вас хорошие отношения, если она поддерживает то, чем ты занимаешься. Это может сработать. Я просто не знаю, что конкретно тебе посоветовать, потому что общего решения для этой проблемы нет. Есть только, скажем, решение в общем виде, что нужен некий человек, который сможет, если он знает, как тебя остановить, вразумить, наставить, направить или наставить на путь истинный, как это говорится. То, о чем ты пишешь, это задача не твоя. Это задача другого человека. Как бы там ни было, одиночек трейдеров немного. Даже у каких-то успешных одиночек всегда есть и такие моменты, когда они вот так вот жестко просаживаются. Но я уверен, у всех есть какой-то человек, который позволяет им вернуться с небес на землю, успокоиться и начать все заново. Иногда это требуется. Так что просто найди такого человека. Я понимаю, что вопрос в общем виде, как иди в Google, но действительно тебе никто ничего другого не предложил. Это жена, близкие люди, не знаю, мама, папа, ну кто-то, кто, во-первых, немножко понимает в трейдинге, понимает эту проблему. Это очень важно. Кто сам через подобные проходил, вот эти люди, они тебя максимально легко поддержат. Это как, знаешь, расстался с девушкой, и вот тебя друг, у которого тоже такое было не так давно, он может тебя успокоить. Он уже пережил этот момент, он знает как, и он каких-то сил тебе может придать. А здесь нужен ровно такой же человек. Кто это будет, реши задачу сам, желательно до того, как сядешь за торговый терминал. Я тебе желаю успехов в этом. Евгений спрашивает. Как правильно определить начало разворота, либо откат тренда? Фух, даже не знаю. Можно попробовать найти на базаре хрустальный шар. Но если кроме шуток, то, ну, наверное, никак. Понимаешь, если ты думаешь, что существует в природе способ определения нового тренда, ну, значит, ты явно видишь какое-то будущее, что вроде как пока что нам недоступно и невозможно. На мой взгляд, я никогда про такое не слышал. Если бы я умел предсказывать направление тренда, разворота, остановку и так далее, явно я бы и не знаю. Вот этот остров был бы мой, явно. А не снимал бы здесь виллу для того, чтобы немножко отдохнуть. В общем, никак. Честно, никак. Так, графически есть определенные способы, которые тебе говорят, что, скорее всего, все. И вот здесь вот, возможно, есть разворот. Но это статистика. Трейдер же, он не угадывает будущее, ему это не надо. У тебя есть, допустим, какая-то ситуация, которая в 4 из 10 случаев верно срабатывает в сторону продолжения тренда. Ну, все, у тебя есть прибыль. Потому что ты заходишь в 10 трейдов, в каждом из них у тебя риск по 100 долларов, но на росте этого тренда ты зарабатываешь, допустим, 500. Значит, из 10 трейдов, 6 трейдов тебя отстопили, ты отдал 600 долларов в рынок в качестве стопов, и 4 трейда сходили на 500 долларов каждый. У тебя 2000 долларов прибыли. 2000 минус 600, остается 1400 долларов прибыли. Вот и весь трейдинг, ничего другого нет. Угадывать направления и разворотов где-то не ко мне. Я не маг и не кудесник, извини. Тебе тоже желаю успехов. Игорь спрашивает. Как можно стать профессионалом на фондовом рынке? Где у кого как обучаться этому? Дай пару советов, подсказок насчет этого. Обучаться этому бесполезно, никто тебя этому учить не будет. Профессиональный трейдер это не какая-то корочка. Ну, точнее, давай начнем с того, что существуют настоящие трейдеры, потому что мы с тобой, скорее всего, самые простые спекулянты. Настоящий трейдер, это типа деск-трейдер, это человек, который сидит в банке или в какой-то инвест-компании, которому дается задание, допустим, купить, не знаю, 100 тысяч акций какой-нибудь там не самой ликвидной бумаги. Это работа, это не по рынку тебя надо сделать и даже не в первый и последний принт, особенно на каких-нибудь там дешевых акциях или не очень популярных. И, в общем-то, чтобы стать вот таким профессиональным трейдером, нужно иметь какое-то специфическое образование, честно, не знаю какое, скорее всего, где-то в Америке этому обучают. И, в общем-то, это работа в банке, то есть это деск-трейдер так называемый, который вот, он знает, в общем-то, все про трейдинг, вряд ли торгует сам, не факт, может быть, имеется в виду сам для себя на свои деньги. Не факт, что зарабатывает, это нормально, но он знает все про рынок и он прекрасно знает, как правильно, допустим, исполнить крупную заявку, например, на вход или на выход, это не важно. Также этот человек, скорее всего, знает массу контактов и людей, с которыми можно договориться. Позицию не обязательно пускать в рынок, можно найти покупателя на целый пакет, к примеру. Это про профессиональных трейдеров. Про спекулянтов. Профессиональных спекулянтов, когда трейдинг, это практически единственное занятие, которое приносит тебе, допустим, больше всего денег. Если ты рассчитываешь на это, то этому точно никто не обучает нигде, это, по-моему, просто невозможно. Я уже говорил кое-что про обучение, посмотри ответ на этот вопрос. Как им стать? Так, наверное, очень просто. Осознать, что это твое главное занятие, соблюдать риск, не тильтовать, жестко и четко следовать своим стратегиям и не бояться рутинной работы, когда ты все время делаешь одно и то же. И даже не смотришь на конечный результат каждой отдельной сделки. Твоя задача сделать их за месяц, там, допустим, 100, и по результату их у тебя уже будет прибыль или убыток финальный. Только так работает трейдер. Он не привязывается к каждой сделке и уж точно не спрашивает по интернету, а куда пойдет риппл. Да фиг его знает. Какая разница? Возьми на 30-ю часть капитала и сиди себе спокойно, забудь про него. Поставь алерты вверх и вниз, и все. Вот и вся работа. Или если ты трейдер и там следуешь каким-то стратегиям, возьми любую, мою, значит тебе нужно 100 сделок по этим стратегиям и на выходе у тебя будет, если все правильно сделал, у тебя риск не превышал прибыль в каждой сделке, а лучше, чтобы прибыль превышала риск в несколько раз, 2-3 и более, все в этом случае, ты профессиональный трейдер. Если добьешься такой роботизации со своей стороны, цены тебе, как говорится, не будет. Но, естественно, это сложно и не у всех получается, но тебе желаю успехов. Может быть, этот вопрос оставлю как основной. Александр спрашивает, привет, почему не торгуешь над своими фьючерсами? И много других людей спрашивает, почему не торгуешь фьючерсами, обычными валютами, почему не торгуешь на Форекс, почему не торгуешь на российском рынке, ну и так далее. Ответ всегда у меня один и тот же, он очень прост, он заключается в моем подходе к трейдингу, к торговле. А сейчас объясню. Ты можешь владеть, у тебя всегда есть два пути в трейдинге, два. Первый, это очень-очень много инструментов, там 3000 или, допустим, 7000 акций, как на американском рынке, 3000 криптовалют. И ты знаешь, допустим, хорошо знаешь, один какой-то классный паттерн, ну 2, ну 3, 5, ну 2, вот так, одного тоже хватит за глаза. И в этом случае все, что тебе остается делать, это искать эту самую ситуацию на всем этом многообразии. Тяжело, придется реально лопатить тысячи графиков в день, я не шучу. Особенно, а если ты внутри дня каждый день торгуешь, то, блин, это прям убийство глаз, но это единственный способ. Но он классный, он действенный, он позволяет тебе сосредоточиться на одном чем-то, что ты классно знаешь, быстро стать в этом профи, прокачаться. Потому что ты всегда делаешь одно и то же на огромном количестве инструментов. Просто нужно все их просмотреть и выбрать там именно то, что ты ищешь. Второй вариант, это когда ты знаешь, как бы знаешь, а может и правда знаешь, ради бога, огромное количество всяких стратегий. Такую, такую, и объем умею анализировать, и значит, и линии поддержки, сопротивления, трендовые треугольники. Такую стратегию, такую, секую, пампы, не пампы, вообще все, вот весь, весь, на все руки мастер. И торгуешь тремя валютными парами, к примеру, или тремя фьючами, или там пятью голубыми фишками на российском рынке. Сложновато. Да даже если ты вот это все используешь на каком-то одном инструменте с американского рынка акций, или только для биткоина. Это классный способ. Я не говорю, что он плохой. Он мне, может быть, не очень подходит. Хотя в скальпинге чаще, наверное, именно так приходилось делать. Но в любом случае победило огромное многообразие. И что-то одно, как в спорте. То есть есть там пятиборья, есть одна какая-то дисциплина. То есть очень сложно бегать в марафон и быть классным пауэрлифтером. Еще и боксером до кучи. Ну, не получится. У тебя везде будет совершенно невыраженный, среднеотвратительный результат. Никакой. Сосредоточившись на чем-то одном, ты становишься в этом профи. И тебе так легче. Поэтому, торгуя валютами или фьючерсами, мне бы все равно пришлось уйти в сторону, когда я вынужден использовать весь арсенал своих знаний, чтобы на двух инструментах пытаться найти классную точку входа. Я не ругаю. Кому-то это подходит. Кто-то ведь только один фьючерс торгует. Ну, опять же, скальпинг немножко другой. Скальпинги, да, реально у тебя один инструмент и один паттерн, и тебе вот так. Потому что на минутках он возникает часто. В более широкой торговле, в средний срок или растянутый какой-нибудь интродэй, я имею в виду частый, более такой вальяжный, очень сложно. То есть реально придется долбить этот график, замучивать глазами. У тебя уже там глаза в кучу, ты уже не понимаешь, что происходит. Ты смотришь, ищешь там свой паттерн, ну, вроде нашел, и заходишь туда. Плохо. Обычно плохо заканчивается. Так что для меня оказалось лучшим выбрать рынки, где огромное количество инструментов, и спокойно торговать на них то, что мне нравится. На трех тысячах криптовалют в день всегда можно найти классный треугольник, классный, вот этот вот, как она у меня называется, самая лучшая торговая стратегия, я название так и не придумал, памп после пампа, всегда можно найти какую-нибудь классную тренную линию. Одну, на весь рынок, одну, но классную. Понимаешь? И она чуть с большей вероятностью может дать денег. Но лучше на это не рассчитывать, лучше всегда просто делать одно и то же. Нашел паттерн, входим, и так делаем серию сделок. Я увлекся. В общем, основная причина, почему я не торгую на фьючах и обычных валютах, в первую очередь в том, что очень мало инструментов, а я не собираюсь искать на одном маленьком графике кучу-кучу разных специфических точек входа. Вот и все. Саша спрашивает, какими альткоинами торгуешь? Я об этом уже много раз говорил. Я торгую альткоинами, которые размещены на одной, двух, максимум трех биржах. Все началось с того момента, как я стал майнером. Как только я им стал, мне пришлось завести аккаунты на биржах Poloniex и Bittrex. Это топовые биржи для всяких майнищихся альткоинов. По крайней мере, так было в 2017 году, когда я начал это делать. С тех пор, в общем-то, я там так и остался, прошел верификацию. У меня там все нормально с вводом-выводом. Никаких ограничений нет, ничего с меня не спрашивают. К альткоинам. Почему я торгую именно на этих биржах и почему торгую только тем, что размещено в основном только на них? Причина, в общем-то, одна единственная. Я, как скальпер, люблю анализировать стакан ордеров, график и корреляцию между, допустим, альткоином и всем рынком или его главным представителем биткоином. Когда альткоин торгуется только на одной единственной бирже, это важно. Нет никаких других, как биткоин сейчас, например, он на трехсот с лишним биржах. Все, что есть в стакане, все правда. Даже если там есть какая-то манипуляция, все равно это правда. Все уровни есть только здесь. Никому не надо ими специфически манипулировать, кроме, возможно, биржи. Намного проще отследить по price action, возможно, какой-то потенциал в какой-то конкретной сделке. Плюс ко всему, если альткоины есть только на этой бирже, где их аж 300 штук, очень легко и удобно их, ну, среди них выбирать то, что тебе больше всего подходит по каким-то твоим критериям. Например, по поиску паттерна на них. Вот, собственно, одна из главных причин, почему так. Какие из них я выбираю? Те, на которых есть паттерны или ситуации, которые я торгую? Какие я описываю в своих видео на YouTube? Что еще я там смотрю? Да, в общем-то, и все. Андрей спрашивает. Как торговать пампы? Ну, во-первых, нужно определиться, где конкретно ты хочешь их торговать. Ты можешь торговать пампы на российском рынке, на американском рынке акций. Ты можешь их торговать на криптовалютах. Искать пампы на фьючах или валютах практически не имеет смысла. Это слишком уж фундаментально к чему-то привязанные инструменты. И очень сложно представить, что, например, иена по отношению к доллару учешет на 300% или, например, фьючерс на кукурузу рванет на 500%. Может, конечно, может, но обычно это редкость. Вот поэтому пампы в основном пытаются торговать на рынках акций. Самый популярный, естественно, рынок американских акций. После него идут там дальше китайские, возможно, российские, еще кто-то. И, естественно, криптовалюты. Они, в отличие от обычных валют, легко манипулируются. И там это дело нормальное. Вырасти в 5, 10, 100 или 1000 раз. Это было много раз. Значит, что можно торговать? Можно пытаться поймать этот памп, то есть прокатиться на росте. Можно продать, когда памп уже произошел, и прокатиться на движении вниз. На американском рынке акции чаще всего и наиболее популярны и на сегодняшний день в том числе. И в 2011 году это было так же популярно, как и сейчас. В основном продажа того, что сильно упало. Причины там очень понятны. Я их уже даже разбирал в своих роликах. Когда все купили, акции больше нечего делать, кроме как упасть. Никакого фонда. Да, это очень важно. Для таких вещей чаще всего, лучше всего подходят акции дешевые, непопулярных компаний. Что-нибудь такое. Третий шалон так его называют. А обычно есть еще отсечка по цене, которая не очень точно их определяет. Потому что есть, например, очень крутые, фундаментально крепкие акции по цене 5-7 долларов. И, в общем-то, это никак на них не влияет. Они как были крутые, так и остаются. Банк оф Америка когда-то стоил несколько долларов или Сити Групп, всего 3. Но берутся акции, которые считаются третьим эшелоном, допустим, американский рынок акций. Ищется очень легко по скринерам то, что сегодня или вчера выросло на 100, 200, 300, 500 процентов. И начинается поиск точки входа в шорт. Обычно это что-то напоминающее трендовую линию. У кого что-либо это какой-то огромный сайз в биде, что, в общем-то, в любом случае на графике как-то может попасть под одну из графических стратегий. Там, конечно, графики меньше, как правило, я имею в виду технического анализа. Но в любом случае трейдеры на него смотрят. И вот после такого огромного роста, когда понятно, условно понятно, что выше, скорее всего, не пойдет. Обычно профессионалы в этой стратегии ждут, когда отстрелят всех, значит, рано зашортивших. И уже, когда прям совсем идет хорошо вниз, летит, ее берут в шорт и несколько дней держат до тех пор, пока она не упадет примерно на цену, с которой свой рост начала. Бывают, конечно, залеты серьезные, когда продают вечером перед закрытием рынка по 5, на следующее утро открывается по 10. И шорт в этом случае, естественно, съедает все деньги, и еще даже иногда люди остаются должны. Такое бывает, но мат ожидания у стратегии очень классная, и поэтому это мало кого пугает. В любом случае прибыль, скорее всего, такие вещи покроет. Главное, не баловаться с постоянным увеличением размера заявки, иначе нарвешься на такую проблему. Так вот, это способ для торговли пампов, уже продажи шорта пампов после сильного движения. Есть, естественно, примерно такие же вещи на рынке криптовалют. Но далеко не все биржи имеют возможность маржинальной торговли или продажи в шорт, а те, кто имеют, очень много за это хотят. Плюс ко всему, как-то не у всех еще есть представление и желание продавать сильно выросшие криптовалюты, как раз потому, что уж больно часто они после того, как выросли на 100%, могут вырасти еще на 300. Поэтому, в общем, желающих мало. И второй вариант, естественно, это попытка купить перед таким пампом. Здесь, в общем-то, для тебя весь выбор технического анализа, все, что хочешь, можно купить перед новостью, если ты какой-нибудь инсайдер, ради бога. Особенно в криптовалютах никто тебя за это не накажет. В акциях, естественно, вряд ли ты получишь инсайд, если он у тебя есть, вряд ли ты смотришь это видео. Так что там как бы все просто с этим делом. Обычно, да, на помощь приходит обычный стандартный технический анализ. Ничего нового, линия тренда, поддержка, сопротивление, огромный сайз и все такое. Либо, допустим, какие-то стратегии отчетные. Либо, допустим, отдельно торговля биотехнологических компаний, когда люди реально отслеживают по новостям огромное количество источников, следят за какой-то компанией, ждут реальных ее результатов и покупают, потихоньку покупают, ожидая, надеясь, рассчитывая на то, что, допустим, какой-нибудь FDA опрувит какое-нибудь, не знаю, лекарство или что-то такое, и акция может вырасти в 5-10 раз запросто. Американский рынок акций на это легко способен. Примерно так. Денис спрашивает. Привет, Антон. Ты можешь рассказать нюансы и секреты торговли по стакану на ММББ? И как вести себя, если замечаешь роботов в стакане? Забавно. Роботов ты будешь замечать всегда. Они там появились примерно с 2000 года, когда рынок потихоньку начал становиться гибридно-электронным, и уже потом совсем электронным. Когда уже от человека мало что зависело непосредственно, когда акции, фьючерсы, да, все подряд начали котировать именно алгоритмы. В любой стакан, когда ты смотришь, ты видишь там в основном роботов. Хотя, в общем-то, как по одной цене отличить? Там, допустим, стоит миллион долларов заявка в ней, ну, к примеру, 200 тысяч акций. Как понять, сколько из них принадлежит алгоритмам, а сколько конкретному человеку за терминалом? Никак. Поэтому, если тебе мерещатся роботы, это плохо. Они, в общем-то, везде вряд ли тебе мерещатся, но как ты их прям отдельно отличаешь, я не очень понимаю. Например, некоторые говорят, я вижу, как заявку ставят, убирают. Да я тоже так могу. Но я же не робот. Почему нужно обязательно считать, что какой-то робот тебя разводит? Робот тебя не может развести. И не тебя одного. Робот в лучшем случае будет заниматься тем, что будет котировать бумагу, и его задача не развести тебя и не обмануть ему. Это не надо. Вы сами отдадите ему все деньги. Я постараюсь как-нибудь снять ролик на эту тему про маркетмейкера, объясню, почему он всегда зарабатывает. Это простая математика, и у одного человека так не получится. Там очень важна скорость, то есть нужен максимально прямой доступ на биржу, самый короткий провод от твоего сервака до места исполнения. И команда, все та же команда каких-нибудь программистов, специалистов, которые могут этим заниматься. Ты спросил про роботов, да, и как... Нюансы торговли на российском рынке, американском, никакой разницы вообще. Ну, на американском рынке акций, конечно, очень много нюансов своих, специфических. Там очень сложная инфраструктура, очень много ECN, у всех свой тип исполнения, есть раутинг, даркпулы, вот эта вся вот шелуха труха, ну, она важная для скальпера, но для большинства людей вряд ли она сильно чем-то поможет. Отличий практически никаких, об этом смысле. Российский рынок явно проще, потому что не надо вникать во все эти тонкости. Есть цена, на ней количество заявок, и, в общем-то, все. Если ты скальпер, ищи самую крупную, бери от нее, бери в разбор, смотри за поводырем. Если торгуешь какой-нибудь Сбербанк, смотри на фьючерс РТС. Если торгуешь какого-нибудь Лукойла или Газпрома с Роснефтью, смотри на фьючерс нефти. Ну, и когда торгуешь, соответственно, фьючерс РТС, ты смотришь на рубль-доллар и на нефть, и на S&P 500 еще, если он в эту сессию попадает, ну, и так далее. В общем, там все очень просто. Поводыри, плюс стакан, плюс какой-нибудь привод у некоторых. Я торговал без него, может быть, с ним было лучше, но российский рынок мне просто ни к чему, как говорится, не зашел. А зачем, когда есть американский в долларах? Мне постоянно с Россией что надо? Деньги выводить, менять на баксы, куда-то прятать. Ну, в общем, не моя история. А разницы никакой, абсолютно. Все ровно то же самое, даже проще. Это не призыв срочно бежать и торговать на российский рынок, это твое личное дело, где ты будешь торговать. Он не плохой, не хороший, там все нормально. Он не лучше, не хуже американского, ничем. Все то же самое. Так что, успехов. Роман, привет. Спрашивает. Здравствуй, Антон. В последнее время разрываюсь между Форексом и Криптой. Пробовал разложить по плюсу и минусу, но ни в одном варианте существенного перевеса нет. Я также скальпер, но и средний срок не упускаю. Помоги с решением. Роман, очень странно, что ты не нашел никакой разницы. Она колоссальная, она просто, ну она фантастическая. Я тебе про нее сейчас попробую рассказать. Первое. В принципе, порог входа, окей, да. Форекс и игрульки, он точно такой же. Там от 10 долларов туда можно завести и попытаться торговать с 500-м плечом. Как бы торговать? Опять же, во-первых, почему мне не нравится Форекс? Некоторые спрашивают. Я думаю, я отдельно отвечу, но могу здесь чуть-чуть. Это нереальный рынок. Нет никакого рынка. Нет никакой группы трейдеров, которые торгуют против тебя с тобой. Нет стакана, нет сделок, нет, ну ничего нет. То есть это тебе не фьючерсы и не акции, где реально на этой планете множество людей сидит перед терминалами и что-то там делает. Это всегда игра, ну просто игра. У тебя есть график, он куда-то ходит, а ты как будто бы у кого-то что-то покупаешь, куда-то заходишь, но это не так. Ты, например, можешь на своем МТ-4 на 100 триллионов долларов купить по одной цене. Ну, уму непостижимо. Где-то в реальном рынке можешь такую сумму в один цент упаковать. Ну, этого же нет, правильно? Иногда 100 тысяч долларов даже для жирной бумаги типа Ford может оказаться драйвером движения на несколько центов. Просто как пример, ну из моей практики. На Форексе ничего этого нет. Поэтому сравнивать его с криптой, с реальным рынком, даже если это какой-то там десятый дивизион, а криптобирж, какая разница, там все реальные участники. Да, ты можешь все равно против маркетмейкера выступать, но блин, он тоже реальный участник. И это круто. Это возможность анализа происходящего. Это лента, стакан. Вот это то, за что я люблю реальные рынки. А Форекс я не люблю как раз, наверное, за это. Плюс, ну просто мне никак туда не удалось попасть, к счастью для меня, наверное. Меня никак не зацепило никакой рекламы, никакие пирамиды, пам-счета и прочую вот эту фигню. И я ни разу не влез. А после того, как разобрался с 2012 года, мне, конечно же, уже вряд ли кто-нибудь мог бы обмануть на этот счет. Так что главный плюс это то, что ты торгуешь на нормальном рынке. Идем дальше. У тебя пятисотое плечо на Форексе, и маленькое движение, что в твою сторону, что против тебя, это всегда как бы, либо ты по отношению к сумме сделки, либо ты много зарабатываешь, либо мало. У тебя было 10 долларов, ты можешь их очень быстро превратить в 20 или в ноль. Окей. На рынке криптовалют примерно то же самое. Они ходят по 100, 200, 500 процентов постоянно, кто угодно. Их много. Их много. Это важно. Сколько у тебя на Форексе валютных пар? Сколько у тебя долларовых пар, биткоиновых пар, эфирных пар на рынке крипты? Ну, пипец. Разница в тысячу раз, наверное, будет. Ну, реально, наверное, примерно так. Я не знаю, сколько там, 30 этих валютных пар более-менее вменяемых, интересных на этом фиатном рынке. 10-20 тысяч там неизвестных альткоинов в природе на крипторынке. Вот тебе весь выбор. Ну, естественно, если мы говорим о нормальных, грубо говоря, о топовых, так называемых, биржах, ну, не больше 3000 у тебя есть альткоинов. Ну, все равно много. Все равно хорошо. Все равно есть что выбрать. И здесь мы подходим к моей старой истории, когда меня спрашивают, как правильно торговать. На одном инструменте весь спектр стратегий, который ты знаешь, или на всем рынке какую-то одну стратегию. Это философский выбор. Он не может быть просто вот надо так или так. Это от тебя зависит. И они оба одинаково отличные варианты. Все-таки, имея, на мой взгляд, лично на мой, имея в распоряжении огромный рынок, огромный выбор инструментов, то есть самих криптовалют, используя, допустим, хорошо одну-две стратегии, тебе условно проще зарабатывать, потому что ты можешь тратить свое время, на поиск классных ситуаций, их брать, в них во всех участвовать и таким образом зарабатывать. Нежели пытаться на какой-то одной из самой популярной валютной паре пытаться найти точку входа, используя весь арсенал так называемых своих знаний, который, как правило, не очень и разнообразен у трейдеров. Так что, на мой взгляд, крипторынок в этом смысле в этих двух вариантах просто начисто раздалбливает Форекс. Плюс ко всему, ну не знаю, крипто это модно. Я тебе так могу сказать. Сегодня это реально смешно звучит. Я торгую на Форексе. Ну, честно, это не я придумал, я не хочу никого оскорбить, но это прям, ну если не дно, то близко к нему. Ну, самое дно это бинарные опционы. Опять же, в среде тех, кто в этом понимает. То есть, я торгую на бинарках или я торгую на Форексе, простите, но это дно. Потому что, ну, ты серьезно, ну, правда, что ли? Ты так и не перешел на нормальный рынок, то есть, тебя не интересует. Там какая-то фундаментальная составляющая, тебе не интересно заниматься тем, чем занимаются реальные люди, реальные проекты, реальное все. Даже крипта в чем-то реальное. Ведь биткоином им можно владеть, его можно к себе перевести, сделать, не знаю, распечатать, заламинировать себе этот, там, какой-нибудь код и закопать во дворе, и, в принципе, ты физически владеешь биткоином, как бы. А на Форексе вообще ничего нет. У тебя есть просто какой-то сайт, на котором ты что-то там на кнопочке пикаешь. Ну, окей, МТ4 какой-нибудь есть. Не очень аргумент, не круто звучит. Так что я тебе рекомендую, если у тебя хоть что-то получается на Форексе, даже если не получается, иди просто на крипту. Ну, во-первых, у тебя просто будет больше шансов, что ты что-нибудь купишь, и оно стрельнет. Ну, чисто статистически у тебя больше таких шансов. Да, это полагаться на удачу, но, что я говорю, ты же на Форексе. В общем, тебя это не должно смутить. Так что плюсов в любом случае у нормальных рынков, у нормальных, я имею в виду, у реальных, их все равно больше, и они все равно намного интереснее, чем эти Форексы. Я даже не собираюсь брать в расчет, что некоторые там так называемые брокеры там деньги не выводят, еще что-то делают. Ну, кто-то нет, кто-то выводит нормально, ради бога. Но, еще раз, мне не нравится Форекс, потому что он не настоящий. Нет контрагента никогда. А в реальном рынке он есть. Надеюсь, ответил. Марк. Привет, Марк. Добрый день, Антон. Я торгую 10 лет, зарабатываю по мелочи, обогатил пока только биржу и брокеры комиссионами. Как считаешь, может, ну его нафиг этот трейдинг? Тоже вопрос философский. Почему задаешь мне? Ну, не знаю, наверное, думаешь, что у меня есть на него ответ. Я тоже несколько раз в жизни мечтал завязать с трейдингом, все бросить. Ну, это длится, ну, день. На следующее утро все нормально. Надеюсь, что ты писал это примерно в таком же настроении, и на следующий день у тебя что-то изменилось. Если же нет, то у меня есть для тебя, реально есть совет один. Уйти в инвестирование. Мне помогло. У меня тоже были не самые лучшие, там, интересные времена. Нет, я, конечно, не потерял все. Но мне очень хотелось вообще с этим покончить. Но там потом вдруг одно появилось, другое, а потом еще крипта, майнинг. По-новому взглянул на инвестирование. Очень сильно это прочувствовал, просто как скальпер. Мне это было действительно в диковинку, прямо специфические ощущения, когда ты полгода ждешь результата сделки, и он такой раз, так и в два раза, допустим. Ну, вроде мелочь, ну что, увеличилось в два раза количество денег. Ну, и что, с другой стороны, я же почти ничего не делал для этого. Клево. Это, конечно, не так. Это сейчас, типа, классная реклама инвестирования, там потери тоже бывают. Совсем не такой процесс, как в трейдинге. Там нет тильта, потому что все длится год, допустим. Ты любой тильт переживешь, у тебя просто нет возможности часто в сделки заходить. Так что перейди на, там, ультравысокий таймфрейм, на то, чтобы быть близко к рынку, близко, но не участвовать в нем ежедневно, постоянно. Скорее всего, ты просто задолбался, выдохся. Так бывает. Ну, правда, так реально бывает. Стратегия может дать сбой, там, условно. То есть она была как-то хороша, у тебя в ней все сходилось, но вдруг что-то изменилось. Там риск-реворд, ну, никак не дотягивает. Что риск, что реворд одинаковый. Бывает. Всякое бывает. Перейди просто на совершенно другой уровень. Начни заниматься инвестированием. IPO. Регулярная покупка акций для, там, получения, допустим, дивидендов, или просто накопить портфель за год. Ну, вот поставь себе цель. У меня есть в месяц, там, тысячу долларов на инвестирование. Ну, раздели ее на 10 частей, и на каждую из них покупай что-нибудь интересненького. На 100 долларов биткоина, на 100 долларов рипла, на 100 долларов эфира, на 300 долларов по 100, там, допустим, каких-нибудь интересных акций. Можно голубые фишки, ничего не будет за год с ними. И остальную часть, допустим, какой-нибудь IPO или что-нибудь такое. Хотя, что такое? В IPO. Будет тебе занятие регулярно, раз в месяц тебе придется несколько кнопок нажать. А по итогу года ты иначе просто посмотришь на результат. Ты его увидишь, взвесишь и поймешь, что он или лучше трейдинга, или хуже. Но ты попробуешь что-то новое, и в этот момент ты, возможно, осознаешь и передумаешь, что нужно заняться чем-то другим, вот таким или таким. Или это будет последней точкой, и там тебе тоже не устроит результат. Ты скажешь, вот теперь это все. Но зато ты сможешь точно это сказать, попробовав действительно все. Желаю тебе успехов. Не расстраивайся, не отчаивайся. Смени манеру, смени таймфрейм и скорость принятия решений. Просто отпусти немножко. Make it easy. Желаю тебе успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!